Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. Спасибо, что заглянули. Сегодня у нас блюдо на любителя, но зато это разнообразие. Этого блюда очень давно не было на моем канале и называется оно хаш. Что такое хаш? Это ножки коровы. Из него варят суп, варят его очень-очень долго. Ну, холодец, проще говоря. У русских это обычно холодец. Ой, какой он жирный! Какой наваристый бульон! Вау! Очень вкусно! Его варят где-то 8 часов. Это специально подготовленные мы уже купили ножки. Говяжьи ножки. Ммм, как вкусно! Отец обожает это блюдо. Это прям самое любимое. Особенно зимой, когда на улице холодно. Это прям самое то. Еще хаш готовят из говяжьей головы. Но мне не очень нравится такой вариант. А вот ножки прям нечто. Обалдеть! Сегодня я наконец-то решилась и иду на перманент бровей. Я такой человек. Топчусь, думаю, а надо мне, не надо. А вот у меня подружка есть. Она прям идет и делает. Вот сразу пришло ей в голову что-то. Она пошла, сделала. А я потом сижу опять, думаю, надо мне, не надо это все. О, смотрите, смотрите, какое мясо здесь. Очень жирное блюдо. Это прям нечто. Ну, в общем, я думала-думала. Я сначала подумала, что нет, оно мне не надо. Хорошо, что я не сделала брови. Вот, но у меня подружка недавно сделала. Мне очень нравятся брови моей подруги. Поэтому я подумала, сделаю-ка я тоже, пока не передумала. Вообще, знаете, хочется каких-то изменений. Хочется, не знаю, обновиться к Новому году. Не знаю, было ли у вас такое или нет. У меня сейчас вот такое состояние. У меня всегда так под Новый год. Обычно хочется наряжаться, краситься, одеваться весной. Но у меня вот прям под Новый год. Хочется с Нового года начать новую жизнь, новый лист. Хотя вроде все хорошо. Вот все говорят, девушка меняет цвет волос. Если у нее что-то там произошло с личной жизнью, кто-то ее бросил и так далее. Ничего подобного, никто меня не бросал. С личной жизнью тоже все просто, супер. То ли перекраситься хочу, то ли еще что-то. Ну, в общем, не только брови. На бровях я останавливаться не хочу. Просто блондинкой я знаю, что мне не подойдет. А другой цвет волос какой? Вот я даже без понятия. Какие-то яркие цвета, но это не мое немного. Там, не знаю, красные. Хотя красные можно сделать. Можно сделать красные волосы. Я смотрю, люди так меняются. Все что-то это делают. Какие-то процедуры как-то ухаживают за собой. Встречаю иногда своих одногруппниц. Там кто-то так похудел. Кого-то прям... Не узнать. Кто-то ринопластику сделал. Не то, что я совсем подряд кушаю наш араб. Это блюдо действительно кушается с наш арабом. Как же это вкусно. Очень вкусно. Хотя выглядит вообще неаппетитно. В общем, хочется поменяться. Измениться как-то. Кстати, я подарила свои сережки. Которые я купила себе на день рождения. Подарила мамочке. Как-то, не знаю, на ее ушках мне это все больше нравится. А сама вот эти вот санлайтовски на шум. И цепочка, кстати, это мамина. Тоже покупали в санлайте. Мне так нравится золото санлайта. Я прям кайфую. Здесь и кулончик. Просто мне в комментариях пишут, что ты не носишь золото, которое ты купила. Браслетик, смотрите, ношу. Тоже в санлайте покупала. Цепочку ношу. Я же не могу все повесить на себя. Все, что у меня есть. Например, у меня есть браслет, который в прошлом году покупала за 30 тысяч. Такой дорогой, хороший браслет. Его тоже что-то не особо ношу. Очень жирно. Прям очень-очень. Косточек столько. У мамы моей такой характер. Здесь ей что-то покупает муж. Потом она будет, не знаю, 3-4 года рассказывать об этом. А вот мой муж мне купил это. А я что-то покупаю, дарю, не знаю, за мой счет покупается и так далее. Это никто не вспоминает. Однажды маме, два года назад, когда приехал папа, он ей купил очки. После этого мама, наверное, где-то два года говорила о том, что мне вот эти очки купил мой муж. И каждые две недели повторял эти очки мне купил муж. Скоро Новый год, кстати, с наступающим вас. У нас вообще не чувствуется Новый год. Вроде везде все украсили, а такой атмосферы как-то новогодней нету. Папа приехал, кайфует просто от погоды у нас. Он такой, когда мы в магазин спускались, такой без куртки выходит. Я говорю, папа, холодно. Я оделась снизу, там, не знаю, колготки, штаны, там, свитер, куртку, шапку, шарф. Папа такой выходит вообще без куртки. Говорит, зачем при такой погоде еще и куртку одевать? Я говорю, как зачем, зима. Папа, когда приезжает, он всегда кайфует от погоды. И он говорит, как раз-таки супер здесь то, что летом не так сильно жарко. Зимой не так сильно холодно. Только есть ужасный ветер. Единственное, что раздражает, это ветер. Вот такие вот дела. Проводим время вместе. Общаемся о том, о сём. Айлин задает вопрос. Привет, Айка, очень люблю тебя смотреть. Вчера со мной случилась очень неприятная ситуация. Но зато это горький опыт. Я хотела бы спросить, чему тебя научил горький опыт? Заранее спасибо за ответ. Я, наверное, из тех людей, которые получают по башке граблями и все равно наступают на эти же грабли еще несколько раз. Одно же, когда у меня была проблема с подругой, у меня была подруга, давно это было, еще когда я поступала в универ. Она была, девочка была старше меня, и она поступила в универ, я на занятия ходила, или я тоже, а нет, я тоже была, была уже в универе училась, но она была на курс старше меня. И у нее был срез, то есть она не сдала экзамен, и ей нужно было заплатить деньги. Я ей отдала деньги, но я изначально сразу ей сказала, вот я тебе даю деньги в апреле или в мае, не помню. Но я сказала, что в сентябре мне эти деньги обязательно нужны, потому что мне надо самой заплатить за учебу. Она сказала, окей, без проблем, я летом поработаю, отдам твои денежки. А потом проходило лето, она не работала нигде. Когда я ей говорила, что вот можно сюда устроиться, туда, она сказала мне, мой парень тебе все отдаст, так что не переживай. Ну отдаст, так отдаст, я подумала. Но дело было в том, что я сама очень нуждалась в этих деньгах, я не могла просто еще ждать или подарить ей эти деньги. Вечь тогда шла о 15 тысячах рублей, и тогда для меня это были очень большие деньги, и мне действительно нужны они были за оплату за универ. Настает время, и человек мне говорит, что денег у меня нету, с парнем я поругалась. Кормит меня завтраками и так далее. Потом произошла такая неприятная ситуация. Мы встретились чисто случайно с ее парнем, уже бывшим в метро чисто случайно. И он мне такой говорит, можно тебя на минутку, мы вышли из метро. И он мне говорит, ну например, не смогла тебе подруга дать деньги, зачем ее так прессовать, угрожать? Я такая, в смысле угрожать? Моя подруга, чтобы ее парень где угодно нашел эти деньги, начала ему жаловаться, типа на меня, типа я ей угрожаю, ее прессую. Просто в этот момент мне стало обидно. Обидно, почему меня выставлять в таком свете? То есть я тоже общаюсь с человеком. Зачем про меня говорить такое? Ведь я тебе помогла в трудную минуту, когда никто тебе не давал эти деньги. Вот после этого я решила, что я больше никому никогда не буду давать деньги. Ну и теперь я даю деньги тем людям, которые я знаю, что на 100% мне эти деньги отдадут. Хотя никогда не говори никогда, всякое в жизни бывает. Честно, я наелась, было очень-очень жирно. Я уверена, что будет куча комментариев, что фу, какая фигня, как это ешь. Но поверьте мне, это очень вкусно, но очень жирно. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Всех люблю. Пока.